Привет, это Алена, мы давно с вами не виделись, но кажется, пора снова говорить о новой схеме, как попасть в Европу, когда небо призакрывается, полеты приостанавливаются, и в общем, вы сами все знаете. В этом видео я расскажу, как попасть в Европу через Стамбул, допустим, либо через Сербию, что уже часть Европы, и в какие страны и по каким правилам сейчас можно попадать. Потому что, если вы помните, в мире все еще пушует ковид, и некоторые страны по-прежнему не отменяли свои ограничения, связанные с ковидом. Поэтому в этом видео мы все обязательно и детально разберем. Поехали. Итак, что делать, если сейчас нельзя попасть напрямую в Грецию и Венгрию, которую мы раньше использовали с вами как перевалочный пункт для того, чтобы попасть дальше в Европу? По-прежнему сейчас доступным остается Стамбул. Вы можете взять билет из России в Стамбул. Для того, чтобы попасть сюда, вам нужна либо вакцина, это может быть спутник ВИИ, сертификат на английском языке, либо ПЦР, если у вас этого нет, либо сертификат переболевшего, российский сертификат переболевшего, также на английском языке. Билеты сейчас в Стамбул не дешевые, это правда. Нужно быть еще внимательными с тем, что часто случаются отмены рейсов, поэтому я бы вам рекомендовала брать билеты на рейсы Turkish Airlines. Пока что они показывают себя как самые стабильные ребята, и возможно к тому моменту, когда выйдет это видео, либо когда вы соберетесь лететь в сторону Стамбула, то появятся еще какие-то новые рейсы, потому что Pegas, например, это тоже Турецкая Гавиния, они тоже собирались приостановку своих рейсов снимать. И вот буквально сегодня тоже видела, что какие-то российские авиакомпании тоже запускают новый рейс в сторону Стамбула. Итак, когда вы добрались в Стамбуле, то после этого вы можете сразу напрямую полететь в Италию. Если у вас есть любой шенген любой страны, даже не открыто, я говорила об этом в своих прошлых видео, вам не обязательно лететь в ту страну, которая вам выдавал шенген, вы сразу можете полететь в Италию. С 1 марта итальянцы разрешили въезжать гражданам России, неважно из какой страны вы влетаете, по ПЦР, если у вас нет сертификата европейского образца, сертификата вакцинации. Поэтому, прилетев в Стамбул со своим спутником ВИИ, либо с ПЦРом, вы можете сразу лететь в Италию, не проходить там никакой карантин. ПЦР вы, кстати, можете использовать российский, если вы летите с ним из России, либо сделать его в Стамбуле. Здесь ПЦР стоит, ну, где-то полторы тысячи рублей. Делается за несколько часов, примерно 6-8, и можете, да, полететь дальше. Детям до 6 лет ПЦР совсем не нужен, старше 6 тоже нужно будет озаботиться. И все, и из Италии дальше вы можете также лететь в другие страны. Если Италия не конечный пункт для вас, вы можете посмотреть, какие правила действуют ковидные до сих пор в странах дальше. Я вновь здесь говорю вам про reopen-europe.eu, на котором всегда самая актуальная информация. Скорее всего, если вы полетите куда-то во Францию, в Германию, либо в Португалию, неважно, то, скорее всего, вам нужно будет сделать антиген в Италии. Рассчитывайте на это, делайте и летите. Еще один вариант поездки через Стамбул, если вам не нужно в Италию. Помните нашу схему через Грецию в Европу, через Венгрию в Европу? Теперь вот эта схема, она немного усложняется. Теперь в эту схему добавляется Стамбул. Когда вы прилетаете в Стамбул, то это не значит, что напрямую отсюда вы можете лететь куда-либо в Европу, потому что Стамбул и Турция, это же не Россия, а мы-то схему из России рассматривали с вами. Нет, это не так. Турция для Европы точно так же является третьей страной, как и Россия, которая находится за пределами Европы, и на нее распространяются особые другие правила влета. Поэтому, если, например, вам нужно попасть во Францию, то тогда, прилетая в Стамбул с любой шенгенской визой, сначала вам нужно будет полететь либо в Италию, которая открыта для въезда сейчас, либо в Грецию, либо в Венгрию, либо в Хорватию, и из этих стран вы летите дальше. То есть, со всеми вот этими ограничениями полетов никто не запрещал передвижение для граждан России сейчас. Просто сам путь, он немножко усложнился, и все, добавилось в Турцию. Поэтому еще очень важный момент, когда вы летите из Турции вот в эти страны, которые я перечислила, вы тоже, пожалуйста, смотрите правила въезда из третьих стран. И когда вы попадете в одну из этих стран, то там схема, наше попадание в отдаленные страны Европы, она продолжается. Также надо будет сделать в Греции, в Хорватии, в Венгрии антиген, и с этим антиген-тестом уже лететь дальше. И в Онли, в Стамбуле, вы решите задержаться на три недели, три-четыре, и сделайте здесь вакцину. Потому что в Турции иностранцам, наверняка вы уже знаете, можно делать вакцины, которые признаны в Европе. Здесь есть Pfizer, Moderna и все, что хотите. Лучше двухкомпонентную делать. Стоит это 400 лир за один шот, соответственно, вы делаете 2 800 лир, и получаете сертификат турецкий, но который признается в Европе. Он будет европейского образца для вас. И вот тут внимательно, потому что следующая страна, которая у вас будет после Турции с вакциной, в нее вы уже можете с сертификатом лететь напрямую. У вас есть основания для влета в ту же самую Францию, потому что у вас есть одобренная в Европе вакцина. Но для влета во Францию, например, от момента второго шота должно пройти неделю. И вот здесь внимание, когда вы прилетели в Стамбуле, сделали вакцину, прошло три недели, вы поставили второй шот, после этого должна пройти еще неделя, чтобы этот сертификат был валиден, для того, чтобы влететь во Францию. Иначе вас просто не посадят на самолет в Стамбуле, скажут, что для этого нет оснований, сертификат недействителен, так что будьте, пожалуйста, внимательны. Следующая страна, через которую вы можете попасть в Европу, это Сербия. Для россиян в Сербии виза не нужна, вы можете летать туда напрямую. И также здесь нет особо ковидных ограничений на влет. Все, что вам нужно, это ПЦР, который будет не старше 48 часов. Сербии не признают сертификат о вакцинации спутником, поэтому вам, даже если есть вакцина, все равно нужно будет делать ПЦР. Если у вас, предположим, есть на руках сертификат вакцинации европейского образца, но, например, вы его делали не в Европе, а в Турции, либо в Венгрии, либо в Сербии, либо в Словении, либо в Арабских Эмиратах, либо в Чехии, то тогда эти сертификаты признаются точно так же для въезда в Сербию. ПЦР вам не понадобится, если вы будете лететь через Сербию транзитом, и сможете это доказать. Транзит в Сербии не больше 12 часов. То есть для того, чтобы у пограничников к вам не возникло вопросов, вы должны показать какой-то праздной документ в страну дальше. Истории на форумах показывают, что сертификатским пограничникам особо дела нет до того, с какими документами вы едете и куда вы едете дальше, и говорят, что не проверяют. Но здесь всегда работает человеческий фактор, поэтому я, как всегда, вам рекомендую перестраховываться, и все-таки иметь на руках билеты, и еще лучше иметь на руках ПЦР на всякий случай, если вдруг они не захотят выпускать вас, например, в город. Потому что, когда вы находитесь на транзите с разными билетами, помните, да, эту историю, когда вы покупаете два сегмента отдельно, то они имеют вас право выпустить в город, потому что вы не находитесь в транзитной зоне. Вам нужно выйти обратно в город для того, чтобы пройти на такой регистрации, встать багаж, если это нужно, и так далее. И на моменте, когда вам ставят штамп о влете, вы можете выходить в город. И здесь, получается, влете ли вы без ПЦР, дальше вас уже спрашивать никто не будет. Но мы никогда не знаем, как и что может произойти, поэтому на всякий случай сделайте ПЦР. Лишнего не будет. И тоже в Сербию вы можете прилететь напрямую из России. Билеты стоят примерно от 50 тысяч рублей на апрель. Это уже с багажом. Билеты есть, но, естественно, там авиасейлс уже немножко волнуется, что билеты заканчиваются. Так что, если вы планируете лететь через это направление, то советую уже билеты брать. Виза вам не нужна. Если у вас есть сертификат о вакцинации спутником, он не подойдет. Вам нужно будет делать ПЦР anyway. Если у вас уже есть вакцина, которая признана в Европе, то тогда вам не нужен ПЦР. Вы просто показываете свой сертификат, влетаете, и все хорошо. Если Сербия это не конечный пункт вашего назначения, то тогда вы можете доказать следующим билетом, что вы транзитом, и не больше 12 часов будете находиться в Сербии. И тогда ПЦР вам официально не нужен. А если вы еще не собираетесь в город выходить, тогда вообще никакой проблемы нет. ПЦР не делаете, и летите дальше. Если вы хотите залететь в Сербию как бы транзитом, на всякий случай сделайте ПЦР, если вдруг вас будут спрашивать на каких-нибудь проверках. Тоже важно на заметку. Если вы хотите попасть в Сербию, но не напрямую из России, а выбираете какой-то другой маршрут, например, вы добрались до Стамбула, и из Стамбула с пересадкой в Белград хотите попасть. Буквально на прошлой неделе была история с моим знакомым, когда его не посадили на рейс в Стамбуле, потому что у него была пересадка через Амстердам, и не было шенгенской визы. По идее и по правилам такого произойти не должно, потому что когда у вас единый билет с пересадкой в какой-то европейской стране, и вы не покидаете транзитную зону, то вы имеете право даже без шенгенской визы этот полет совершить, потому что в город вы не выходите, а виза нужна только для того, чтобы пройти таможню и выйти в город. И это не одна история, слышала еще несколько. И именно заблотка была в том, что, скорее всего, это было из-за того, что не было шенгена, потому что сами сотрудники авиакомпании или аэропорта, а скорее аэропорта, они говорили о том, что зачем вы едите через Амстердам в Белград, если вообще-то есть прямые из Стамбула в Белград. Странный вопрос, потому что, может быть, этот перелет был удобнее, дешевле, или еще каким-то параметрам подходил лучше, но, тем не менее, имея шенгенскую визу на руках, у вас больше шансов попасть на этот рейс, если нужно попасть в Белград. Такие истории были только с Белградом, поэтому, если у вас есть подтверждение каким-то похожим историям, когда людей не сажали на самолет в Стамбуле, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы тоже о них знали. И еще один вариант с европейской страной, это уже классическая Эстония. Если у вас есть любая российская вакцина и сертификат о том, что вы ее сделали, выгруженный из госуслуг на английском языке, то вы точно так же, как и в прошлые времена, можете попасть в Эстонию. Единственное, что перелетов сейчас нет, поэтому вы можете попасть туда по земле, и здесь начинается история с приключениями, когда, чтобы пересечь наземную границу, вам нужно иметь основания. Это не касается тех, у кого есть недвижимость или работа в Эстонии. С вами все понятно, вам можно пересекать границу. А если вы обычный человек с туристической визой С, Шенген, то тогда вы можете приобрести услуги какого-то из СПА-отелей, потому что для пересечения границы основанием может быть пересечение в СПА. СПА-отели в Эстонии прекрасно знают о этой возможности и продают вот эти вот услуги на несколько дней, заселиться в СПА-отель. Это все еще работает. Так что вы можете каким-то образом оплатить их услуги, потому что сейчас это не совсем даже просто. Но тем не менее, в Эстонию попасть тоже можно. И из Эстонии точно так же, сделав антиген, если у вас нет европейской вакцины, можно полететь дальше в Европу. Это все. Я надеюсь, что информация в этом видео была вам полезна и поможет добраться до того места, в которое вам сейчас в ближайшее время нужно попасть, в Европе ли, или где-то еще. Если вам подробнее интересно узнать о том, как попасть в Турцию, как здесь обосноваться, получить документы и вот это все, я могу снять видео, потому что нахожусь сейчас здесь и планирую еще несколько месяцев быть здесь и как раз занимаюсь всеми вот этими организационно-жизненными делами. Спасибо вам большое. Подписывайтесь, дайте знать в комментариях. Если интересно вам про Турцию, то обязательно тоже буду снимать еще видео. Возможно, будет слышно ребенка. Он не мой. Следующий кусок. Почему такое-то хорбачили? Бред. Что за бред?